Всем привет! Добро пожаловать на уроки программирования на языке Луа и фреймворке Love2D. Сегодняшний урок посвящен первой серии, посвящен библиотеке BAMP. BAMP библиотека позволяет проверять и как-то реагировать на столкновения главного героя, монстров, патронов, со стенами, друг с другом и так далее. Ну мы же не хотим изобретать велосипед, писать самим библиотеку столкновений. И это не обычная библиотека, она еще оптимизирована, а очень быстро работает. Я вам про это расскажу, какие в ней сокрыты секреты. Так, ну так как этот урок не по Roblox, этот урок для тех, кто хочет научиться программировать и делать свои игры, которые потом можно будет обнаружить в Steam или, например, в PlayMarket или там в AppStore. Ну вот для таких ребят. Поэтому урок, может быть, будет длинный, потому что я тут столкнулся с некоторыми проблемами этой библиотеки. Давайте разберемся, что такое BAMP. Ну, кто-то, наверное, знает, что если существительный удар, шишка выпала, то в столкновении глухой удар, опухоль. Ну и глагол ударяться, ударять, толкать, стукаться. Ну, отлично, нам и существительные, и глаголы как раз в тему. Если кто до сих пор не понял, что такое BAMP, ну вот посмотрели мемасики и поняли, наконец. Ладно, закрываем мемасы, закрываем для вас переводчик. Ага. Так, ну, прежде чем... Ладно, начнем с библиотеки. Итак, смотрим на адрес. Знакомый нам автор уже Kikito. Он сделал много шикарных библиотек, которые, в принципе, работают не только для LAV2D, а, в принципе, для языка Lua, и можно их использовать в различных проектах. Только не забудьте, когда эту библиотеку себе копируете, на самом деле вам нужен один файлик всего, BAMP, не забудьте его лицензию еще списать. Создайте в своем проекте специальную папку, куда будете складывать лицензии от всех музыкальных файлов, от всех картинок, которые вы используете, которые не сами сделали, и от всех библиотек. Этой библиотекой можно пользоваться совершенно бесплатно, и в коммерческих проектах, при условии, если вы лицензию этого автора кладете. Так, ну, я... Ну, давайте переведу немножечко, потом посмотрим на демонстражку. Есть специальная страничка этого же автора, где он выложил уже библиотеку и маленький игровой файл, чтобы вот уже что-то было похоже на игру. Итак, переводим. Ну, эта библиотека, BAMP, определяет столкновения для прямоугольников, которые не поворачиваются. Я пытаюсь по литературным языкам сказать, насколько могу. Ну, видно, что все прямоугольники у всех стороны... Ну, ни один из прямоугольников не повернут, так скажем, если простым языком. Если вам нужны столкновения, где какие-то более сложные фигуры, которые нельзя составить из нескольких прямоугольников, например, то автор нам советует обратиться к библиотеке Хардон Коллайдер. Я вот, кстати, сначала пользовался BAMP, потом перешел на Хардон Коллайдер. И, честно говоря, этим Хардоном Коллайдером пользоваться во много-много раз сложнее, чем этим BAMP. А BAMP это такая классная штука. Ну, мы к этому еще подойдем. Так вот, в Хардон Коллайдере еще можно задавать не только прямоугольники, но и круги, и какие-то полигональные фигурки. И в том числе можно фигуры поворачивать. Например, те же прямоугольники или полигоны можно поворачивать на какой-то угол. Так, что еще эта библиотека BAMP делает? Она позволяет туннелирование обрабатывать. Но что такое с затуннелированием? Если вы сами хоть раз писали библиотеку, ну не библиотеку, ну да, библиотеку, сталкивались с коллизиями, со столкновениями, возможно, вы сталкивались или в играх сталкивались с такими глюками. Если у вас очень быстро разгоняется ваш персонаж, например, Соник, он может пролететь через какую-то стену, через тоненькую, или вы стреляете, но патрон настолько быстро летит, что на каждом кадре он сдвигается, например, на 30 пикселей. Столько он разогнался. При этом у вас 60 фпс. Представляете, как быстро летит ваш патрон? И на пути этого патрончика, вот наш патрон, вот здесь встречается стенка, где курсор у меня движется. Настолько большая скорость, что на следующем кадре патрон уже вот здесь окажется. Вот, например, здесь. Понятно? Он как бы перескакивает через стену. Мы ему присваиваем новые координаты, он проверяет, были там коллизии или нет, и прекрасно летит дальше, хотя стенка здесь есть. Вот, а мы пользуемся очень умной библиотекой, которая не позволит перескакивать вот таким патрончиком через тоненькую стену. Это очень хороший признак хороших игр. Так, дальше. Ну, эта библиотека старается быть и быстрой, и экономной памяти. Так что она не сожрет всю память вашего компьютера. Это хорошо. Действительно, она очень оптимизирована. Самое главное, скорость. Она очень быстро работает. Я вам объясню, в чем дело. Вот мы недавно с ребятами писали генератор, процедурную генерацию замка Дракулы со всякими комнатами. И ребята много-много раз проверяли сами коллизию. Мы не пользовались никакими библиотеками. Они сами все написали. Но каждый раз, например, когда мы проверяли движение главного героя в столкновении со стеной или движение волка какого-нибудь в соседней комнате, мы каждый раз перебирали все вещи, все стены всех существ, которые у нас находятся, и проверяли по нескольку раз одних и тех же за один кадр. Ну, здесь в этой библиотеке есть кэширование, так что это работает быстро, без всяких переборов лишних. Так, ну и написано, что главный акцент у нас на определение, столкновение, но также есть некие функции, такие минималистические в этой библиотеке, которые позволяют ответить на столкновение. Вот прилетела, например, пуля в стену, и нужно как-то отреагировать. Нам в этом поможет библиотека. Так. Также эта библиотека позволяет вернуть список тех существ или чего-то там, которые касаются какой-то точки или сегмента некой квадратной зоны. Мы эти квадратные зоны, вот здесь вот, вот видите эти квадратные зоны, это на самом деле отладочная информация, в вашей игре, конечно, такого не нужно, но здесь автор нам специально в демонстрашке подключил отладочный модуль, чтобы показать, как же работает его библиотека. Ну вот тут видно, что когда прямоугольник бегает, заходит в какой-то квадрат, вот в этом квадрате единичка, это означает внутри этого квадрата невидимого всего одно существо или одна стенка. Вот здесь двойка, вот здесь единичка, вот здесь двойка, это потому что вот здесь стена и вот здесь кусочек еще одной стены. Но это все внутренняя информация, нам она, возможно, не важна. Но помните, что можно получить с помощью этой библиотеки, например, количество или даже список тех существ, которые попытались проникнуть вот в какую-то клетку. Так, идем дальше. Ага. Ну, и автор пишет, что менее реалистичная библиотека, ну, поставка на менее, но больше геймистик, играистичная. В общем, заточена для игр, а не для реальных физических движков. Демонстрашки сделаны на фреймворке LAV, поэтому мы будем их сейчас рассматривать, ну, точнее, одна демонстрашка. Но написано, что эта библиотека может использоваться в любой луа, в любом луа окружении, неважно, потому что эта библиотека считает координаты и ширину, высоту ваших прямоугольничков. Ей совершенно неважно, как это рисуется на экране, как это все хранится и так далее. Так, ну и написано еще, что Bump идеальна для style-based игр, игры, у которых уровни сделаны из стайлов, из таких плиточек. Игр, где больше всего каких-то существ могут быть представлены вот как такие неповернутые прямоугольники. Также хороша для игр, которые требуют немножко физики, но не полностью реалистичную симуляцию физики, а для таких игр, как платформер. Ну и примеры жанров, например, вид сверху вниз Зельда, шаттель на апы, когда летит там снизу где-нибудь или сбоку самолет и стреляет. Для драк, типа Street Fighter, и для платформеров, типа Super Mario, или там Соника. Хотя нет, ладно, про Соник не будем говорить сейчас. Bump не хорош для игр, таких, которые требуют полигональные определения, столкновения непрямоугольных фигур, более сложных. И не подходит для игр, для которых очень реалистичная симуляция физики. Для таких игр, где вы вещи друг на друга складываете, чтобы они не упали, или что-то там друг по другу катается из... Я не знаю, что это за пример. Я в такие игры не играл. А, ну понятно, что что-то катится, перекатывается через горку, какие-то там колобочки. Так, и не подходит для тех игр, где нужно очень быстрое реалистическое детектирование столкновений объектов друг с другом. Ну, все, я понял. Потому что он описывает, что в его библиотеке мы каждый объект двигаем поодиночке. Так что, например, у вас 200 существ, мы не можем сразу двинуть 200 существ. мы должны по очереди сдвинуть каждый из этих существ. Сначала первое, потом второе, потом главный герой наш, потом третий, например, и так далее. Когда вы играете в игру, это в принципе незаметно. Но в реальном мире, если, например, летит 200 патронов в одну точку, то эффект будет немножко другой, чем симуляция с помощью этого бампа. Так, и не подходит для симуляции, где порядок, в котором происходит столкновение неизвестен. Так. Ага, понятно. У нас все время по порядку объекты, конечно, проверяется. У нас список стен, которые вот у нас здесь, да? Например, вот эта первая стена, это вторая, третья, четвертая. И всегда проверка начинается всех объектов. Сначала проверяют с верхней стеной, потом с этой, с этой, с этой. А в реальном мире, когда у нас параллельно движутся куча объектов. Не факт, что мы будем проверять вот с этой стенки, а не со стенки, которая не с потолка. Так, ну, пример мы здесь рассматривать не будем. Мы сразу посмотрим демонстрашку. Так, демонстрашку вот по ссылке можно по этой скачать. Давайте попробую, я ее нажму. Как скачать? Вот здесь нажимаем клон или даунлоуд. Клон это для тех, у кого гид установлен, а у кого не установлен, просто скачиваем zip, распаковываем в папку. Вот, я уже распаковал в папку, у меня здесь есть. Давайте я запущу. Какой-то непривычный интерфейс, да, перед тем, как запустилась. Вот, все работает стрелочками. Двигаю. Хорошо. Escape вышел. Так, давайте, чтобы я ничего не пропустил. в демонстражке вообще так, а здесь у него много, 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 много. Я не на тот демо нажал. Так, ребята, это у него демонстражки и другие. Мы в другие уроки их рассмотрим, а сейчас мы посмотрим вот эту демонстражку. самая простая демонстражка. Simple demo. Нажимаем. И посмотрите, как мало файлов нам нужно. На самом деле, для работы main файл, где наша игра написана, bump debug, ну, это просто в демонстражке, это вот такая штука, которая рисует вот эти квадраты с цифрами, да, вы понимаете, что в настоящей игре вам это не нужно. И этого файла у вас не будет, скорее всего. И сама библиотека bump. Вот два файлика, в принципе, требуется. Но про лицензии я вам уже говорил, что если вы что-то реально выпускаете, вот даже в коммерческую то не забывайте сохранять такие файлы и хранить в своем проекте, даже в распространяемом. Так. Ну, понятно. Нажали, zip распаковали, все у меня здесь есть. Давайте. Так. Ну, я еще раз запущу. что же у нас делает этот пример. Игровое поле окружено какими-то прямоугольниками. Я нажимаю по диагонали стрелки вверх и вправо и видите, у меня не остановился. Вот я давлю вправо и вверх и он идет, он скользит. Так, давлю вправо и вверх, право вверх, сейчас давлю вправо, сейчас давлю вправо и вниз, и он скользит. Если просто вниз, ну, естественно, что он тоже идет никаких коллизий. Вот. У многих людей, которые пишут в своей библиотеке про обработки столкновений, бывают проблемы вот с таким скольжением. Вы можете столкнуться, я не знаю, в коде я вам успею про это рассказать, что, например, двигаемся по диагонали, пока не столкнулись со стенкой и тут ваш объект прилипает и он перестает скользить. С бампом все скользит без проблем. Так, давайте хитро сделаем. Не будем читать документацию, потому что я ее нудно прочитаю, переведу уже в конце урока. А давайте посмотрим на нашу программу. Здесь всего 150 строк. По-моему, это круто. И здесь даже лишние строки, которые вот эту отладочную информацию показывают с квадратами. Бамп, дебаг. И еще отвлекусь немножко. Вот вы заметили, я уже сказал, другой интерфейс. Это называется такая Polyamory библиотека. Позволяет на одном компьютере сразу иметь Love 2D разных версий. Вот я, например, свою игру делаю в версии 10.2, а сейчас уже актуально 11.2. Мы запускали сейчас как 9.2, 10.2. У нас одинаково выглядит наш проект, все работает. А смотрите, давайте я запущу этот проект и выберу версию Love 11.2. вот у нас тут безобразие. В чем дело, все работает, но смотрите, цвета как-то не так выглядят. Я уже, наверное, вам говорил в уроках про Love 2D, что в 11-й версии цвета по-другому теперь устанавливаются. И поэтому вот так все странно выглядит. А если нажму табуляцию, это вот отладка, еще хуже выглядит. Никаких квадратов этих отладочных я не вижу. Ладно, скейп нажали. Попробуем разобраться, как работает вот эта демонстрашка. Так, это инструкции, которые печатаются в правом верхнем углу, вы их, наверное, видели, строчка, переводами строки, поэтому мы ее начинаем такими кавычками, квадратные скобки, квадратные скобки двойные, чтобы переводы строки сохранялись. Так вам легче выводить. Так, можно все дополнить, можно использовать этот прием своих. Так, локальная переменная, сколько коллизий произошло, ну, видимо, с главным героем. По умолчанию ноль, но мы будем сюда записывать, сколько столкновений произошло. Перед началом использования библиотеки мы должны создать мир, мир, в котором мы размещаем наши стены. Вот библиотека BAMP позволяет нам создавать этот мир. BAMP.newworld. Мы в документации посмотрим подробнее. Пока мы не задаем его размеры никакие, просто создали, чтобы у нас была переменная World. Я пользуюсь другой библиотекой в своем проекте текущем, но мне тоже приходится вот такой World создавать. Если вы будете физическими какими-то библиотеками встроенными пользоваться, в Love2D, кстати, есть две встроенные, там Box2D, еще какая-то, я забыл, Chipmunk, Chipmunk, да, тоже. Итак, дальше идем. Функция, которая выводит на экран отладочное сообщение. Это к игре не имеет никакого отношения, это можно стирать, но мы стирать не будем. Давайте переделаем под версию Love 11.2. Так, только работа с цветами изменилась, поэтому я параллельно буду менять цвета. Здесь все просто. Максимальный цвет, значение цвета RGB в 11 от 0 до 1, а в старых версиях была от 0 до 255. Максимально ставлю 1. Проблемы начнутся, где появится прозрачность. Сейчас зайдем. Так, вот уже я уже, ребята, смотрю только на цвета. Так, вот все эти 255 я преобразовываю. Так, вот это я не знаю, что за... А, это цвет, да. Это каким цветом рисовать игрока? Пусть зеленым, а это красным. Красным будут наши рисоваться. Так, давайте запустим, что-то уже будем запускать. Кстати, этот исходник я выложу в свои LuaLessons на гитхаб, на свою ссылку под каждым видеоуроком есть. Так что вам код уже исправлен и вы сможете оттуда скачать. Запустили. Честно говоря, улучшений я не увидел. Надо зайти вот в этот библиотек, библиотек, в этот файл и здесь цвета исправить. Так. А вот интенсивность. Мы давайте разделим на 255. Интенсивность это как раз прозрачность будет. Тоже разделим на 255. Так. И все что ли? Так. Ну ладно. Ну в 11 видимо толщина линий изменилась. Ну по крайней мере теперь отладочная информация полноценно выводится. Ну не совсем полноценно. А, вот полноценно уже. Смотрите. Вот здесь внизу скроллинг идет. Мы дойдем до этого что он нам показывает. Демонстрации. Отлично. Вот смотрим сколько памяти сейчас занимает наш проект. Видите, вот как мы двигаемся он все растет, растет, растет и сейчас он начнет уменьшаться. О, уменьшился. Автоматически это сработал сборщик мусора. Но мы можем его с помощью кнопки делить. Вот я сейчас делить нажал, видите, сбросилось. Мы искусственно можем вызывать сборщик мусора. Иногда вы можете видеть в какую-нибудь игру играете и происходит лаг. Например, плавно бежит, бежит, бежит герой. Вдруг он дернулся и уже бежит дальше. Но вот этот вот дерг скорее всего произошел, ну не скорее всего частенько происходит из-за того, что срабатывает сборщик мусора. И многим программистам, которые делают игры и серьезные проекты приходится собирать мусор. Мусор это неиспользуемый переменный, который вы использовали занимает и потом ее нужно как-то все-таки освобождать. Иначе вот мы сейчас бы посидели здесь несколько минут и у нас бы закончилась память и все бы вылетело с ошибкой. Так. Хорошо. Возвращаемся к нашему мейну. Так. Рисуем сообщение отладочное. А, нет. Мы рисуем инструкцию. Видите? Instructions вот Instructions записано текст. Через двоеточие вызываем метод форматирования. Преобразуем так, should drop debug ну эта строчка наверное у нас вот здесь. Так, что-то я не вижу и ладно не отвлекаемся. Не важно отладочная информация это отладочная неинтересно. Текст. Отрисовать дебаг информацию. Внизу помните экрана пишется FPS, сколько памяти, сколько коллизий сейчас столкновений произошло и сколько всего на экране у нас предметов. Ну стен. И плюс еще игрок тоже здесь засчитывается. Так. Это белый цвет ставим и статистику в правом нижнем углу выводим. Так. Дальше идет инициализация начальная. Это для вывода. Так. если я запущу сейчас все это с 10 версии. Как у нас выглядит. В 10 версии уже ничего не видно. ладно. В общем эта штучка она делает как бы консоль не вот в этом окошке у нас локальная вывод консоль идет. А прямо на текстовом экране эмулируется консоль. в табличку мы выводим какие-то сообщения текстовые или ошибки и эта табличка выводится у нас на экране. Ну вот она. Смотрите. Так. Табуляцию нажал. О. Видите вот она таблица. В ней хранится сколько-то строк и мы можем ну отладочную информацию кстати у себя в игре или где-нибудь в проекте можно точно так же делать. Отладочную информацию выводить. Видите как он сделал что более свежая информация она выводится четко а вся остальная начинает более тускло тускло пока не исчезает совсем. Если мы движемся мы видим что скролируется информация значит внизу добавляется текст какой-то но это опять же не имеет отношения никакого к самой работе вас с этой библиотекой бамп просто я объясняю вдруг вам интересно так ну здесь сколько строчек в этой консоли можно например сделать 5 будет быстрее работать потому что вы знаете что наверное print он медленно работает так табуляция пошли вот они 5 строчек наши ну вы все поняли по крайней мере по этим строчкам так ну и мы пользуемся не мы пользуемся автор в своем примере вместо принта сделал свою функцию консоль print и она в эту консоль выводит текст а текст уже потом вводится на экран так это как рисовать эту консоль на экране не будем на этом останавливаться вот это функция помощник для быстрого рисования квадрата мы задаем только ссылку на таблицу где хранится квадрат и цвет задаем этого квадрата что у нас здесь происходит о вот я нашел ошибку 255 теперь у меня наверное должно красивее да отлично цвет неправильно задавался прозрачность я забыл уменьшить 255 раз все отлично теперь теперь в 11 версии все как планировал автор так итак что это делает функция опять же это к бампу не имеет отношения вы понимаете к бампу мы еще подберемся к бампу вообще там несколько строчек очень удобно итак выбрали цвет для нашего прямоугольника нарисовали закрашенный прямоугольник закрашенный прямоугольник рисуется каким-то полупрозрачным цветом ну вы видели что не совсем красный такой полупрозрачный а потом опять выбираем цвет уже без прозрачности чтобы без этого параметра чтобы четко шел красный цвет ну не красный а тот который мы выбрали и делаем обводку line наш прямоугольник обводится ну вы понимаете что если мы например закомментируем будет кстати быстрее работать хотя и так 60 фпс а ну вот видите обводки нет с обводкой было красивее так так дальше плеер создаем табличку в которой хранятся данные нашего игрока x и y его координаты ширина квадратика высота квадратика нашего игрока никто вам не мешает сюда добавить запятая спрайт равно и уже загруженный спрайт так что прямоугольник этот останется для столкновений невидимый мы его не будем отрисовать а спрайт их будем сверху рисовать а про спрайты у меня есть по-моему 4 или 5 уроков можете посмотреть и про анимацию так дальше функция для обновления игрока ну что за обновление это значит считать кнопки какие были нажаты кстати вот скорость у него есть задано не где-то константы вот здесь цифра а в табличке эту скорость возможно если вы будете игру развивать свою какую-нибудь можно сделать акселерацию ускорения замедления игрока так кстати самое смешное вот эта бамп библиотека она может работать и в роблоксе просто бамп себе как модуль загружаете правильно оформляете но там есть другие способы для определения коллизий такс итак скорость локальную переменную считываем нашего игрока из таблички видимо это да это смещение по x и по y по умолчанию если мы не нажимаем ни на какие кнопки не нажимаем то у нас смещение нашего игрока вот он стоит на месте никакого смещения ни влево ни вправо если нажата кнопка вправо тогда мы смещение положительное присваиваем скорость игрока умножена на dt почему нужно на dt dt это delta time я во многих уроках рассказывал про спрайты посмотрите не буду останавливаться даже такое если у вас нет вот этой штуки то вы плохой программист давайте почитайте что это такое посмотрите уроки и у вас игра будет по разному с разной скоростью работать на разных компьютерах например на суперкомпьютере она будет мгновенно у вас игрок будет улетать за экран а на медленных компьютерах он будет медленно-медленно двигаться если вы будете использовать delta time вычисление скоростей и так далее то у вас на всех компьютерах будет одинаково работать независимо от фпс стрелка влево понятно просто влево смещение dx пока мы никуда это не складываем с координатами x, y, y просто вычисляем то же самое для вверх-вниз по y до y теперь проверяем если было хоть какое-то смещение хотя бы x, u или хотя бы по y или сразу оба да вот у нас выполняется вот это тело так calls это количество столкновений и тут мы наконец пытаемся не пытаемся мы используем функцию библиотеки нашего бампа она называется move двигай а почему она world потому что мы вначале переменную создали мир помните в первых строчках вот здесь вот мир создали и теперь все что мы двигаем внутри нашего мы что хотим сравнить что сталкивается друг с другом все это должно находиться внутри нашего мира и мы должны перед тем как мы проверяем все эти столкновения перед началом игры мы должны в этот мир занести всех и игрока прямоугольник нашего игрока и стены и все прочее так я что-то скачу вперед-назад ну ладно раз мы пишем длинный урок то я не буду сильно заморачиваться есть что можете на перемотке смотреть и так далее в комментариях спрашивать вопросы лучше не спрашивайте то что объяснено так итак что делает эта функция мы ей передаем первым параметром табличку с тем существом ну в данном случае с игроком и передаем второй аргумент и третий это координаты куда мы хотим сдвинуть нашего игрока координаты x, y оно возьмет уже из таблицы у вас в таблице каждого существа или юнита обязательно должны вот эти вот быть поля x, y а и ширина высота обязательно это очень важно бамп смотрит вот на эти штуки чтобы понять какой размер где находится на экране ваш этот прямоугольник ну или не на экране а в мире мир тоже у нас прямоугольник мы ему задаем размеры позже мы увидим где мы задаем эти размеры так а скорость например бамп не читает по-моему не читает да потому что мы видите мы сами скорость использовали и и сами попытались сдвинуть нашего игрока и так вот наш игрок еще не сдвинут мы мы говорим мы хотим чтобы наш игрок на следующем кадре был вот по этой координате x и по вот этой координате y эта функция должна все за нас сделать должна сдвинуть нашего игрока но что же она возвращает если кстати никаких столкновений нет наш игрок сдвинется у него автоматически в этот player.x уже новое значение присвоится так что нам ничего не надо ни if никаких не присвоить все присвоится все нормально и так а что же нам возвращать а нет ребят я немножко ладно мы почитаем еще документацию видите что я пропустил оказывается первые два возвращаемых значения это как раз новые координаты игрока вот эта функция возвращает поэтому мы после того как мы попытались сдвинуть игрока мы присваиваем новые координаты вот сюда в x игрок дальше переменная колс она пустая вот здесь создается колс это сколько было столкновений колс понятно в колс у нас находится табличка а в табличке все те существа с кем мы столкнулись вот такие вот таблички первая вторая только там не игрок конечно а например в первой табличке вот будет стена 1 верхняя во второй табличке стена 2 если мы в правый верхний угол долбимся вот и вот у нас есть эта табличка мы смотрим а здесь в колс лент у нас в эту переменную вернется количество количество в этой табличке хотя мы могли бы обойтись без колс лент мы могли бы поставить решетка колс давайте-ка попробуем будет работать у нас или нет да все работает ну отлично так что ребята вот этот параметр он как бы нам и не нужен мы его можем вычислить с помощью решетки как в луа количество элементов в таблице но с другой стороны здесь уже один раз вычислилось и значение присвоено вот эта вот штука если мы будем вращаться к этой переменной работает быстрее чем вот эта вот штука с решеткой но это настолько незначительный прирост скорости что можете наплевать на него так и так текущий элемент если мы столкнулись то этот цикл срабатывает потому что он работает от одного элемента до количества элементов а если нам calls если нам здесь вернули пустую таблицу ни одного элемента нет то что же цикл не сработает он просто перескочит без всяких условий сразу потому что будет и от единицы до нуля и цикл не сработает цикл перескочит извините если я подробно так разжевываю ну допустим у нас давайте кстати запустим и поймем что такое calls давайте я включу режим отладки вот цифра например столкновение не с красной стенкой а столкновение вот с этим внутренним каким-то квадратом вот этот квадрат серый проверяет со сколькими прямоугольниками он сталкивается и он насчитал три вот первый прямоугольник вот кусочек второго прямоугольника вот этого и вот еще кусок этого прямоугольника так что всего с тремя он сталкивается а сейчас я к нему подведу игрока видите четверка теперь вы поняли что четверка когда четверка то когда вот этот серый прямоугольник например проверяет ну запускает подобную функцию ему возвращают вот сюда в эту таблицу четыре элемента первый элемент это будет ссылка на таблицу игрока нашего плеер вторая ссылка на эту стену на эту и на эту но это опять же я говорю если мы проверяем столкновение вот этого серого прямоугольника а столкновение зеленого прямоугольника ну оно возвращает сейчас ноль оно ни с кем не сталкивается мы этого конечно на экране наверное не видим вот а вот если сейчас я нажму право то там в таблице единичка точнее одна ссылка одна таблица вот только вот этой вот стенки если мы например долбимся вот сюда левый верхний угол да то если я нажимаю лево и вверх то у меня возвращают табличку кол в ней два элемента верхняя стенка будет со своими координатами там точка x точка y там ширина высота и вот эта вот стенка тоже самая если я сейчас нажимаю только влево стрелку то мне будут возвращать таблицу только с одним элементом вот этой стеной если я сейчас нажимаю вверх то только вот с этим если ничего не нажимаю вот сейчас стоп то возвращают пустую таблицу так как мы никуда не двигались так ну здесь вы можете обрабатывать столкновение как угодно а еще еще мы конечно библиотеке подойдем смотрите здесь нет никаких условий здесь у нас нет условий что если столкнулся то не вступай внутрь этой стены нам автоматически все это делает эта функция move она автоматически не дает игроку пройти внутрь она по умолчанию включен режим скал же скольжение поэтому так поэтому он скользит все-таки по стенке если мы нажимаем сразу по диагонали ну и все вот в принципе один вызов функции был ну еще где-то был другой вызов функции вот здесь мы мир создали да вот он bump new world классно да две строчки и у нас уже игрок движется и не вступает в стенки так следующая функция нарисовать игрока помните она пользуется нашей функции draw box вот мы здесь сделали draw box которое мы задаем какую передаем ей табличку с координатами x и y ширина высота ну помните как у нас плеер вот он вот эту табличку и задаем цвет каким рисовать и так для рисования игрока мы делаем draw box вызываем табличку player и задаем цвет цвет тремя значениями задан rgb красный зеленый синий смешение цветов объяснять тоже не буду смотрите мои уроки или любые там книжки читайте помните что у нас игрок зеленым рисуется вот пожалуйста а это функции для работы с блоками блоки это это так назвал автор какие-то назвал стены стены в которыми окружен наш наш уровень и так создаем таблицу пустую из блоков и будем туда добавлять с помощью этих функций маленькие блоки это тоже вспомогательная функция функция создай стену создай блок задаем координаты левого верхнего угла нашего кирпича да и ширину кирпича и высота так я наверно запущу буду показывать уже на на картинке и так мы хотим создать например вот этот вот квадрат задаем координаты 60 например допустим 60 по игреку потом 40 и так 60 40 ширина 20 и высота у 40 все стена создалась дальше что происходит создается маленькая табличка в которой x в котором все эти аргументы которые мы передали в параметры они в табличке заполучается заполненная табличка как мы создавали табличку похожую на нашего игрока только здесь нет видите speed нет скорости параметра и в табличку с блоками вот она пустая добавляем просто стену так добавили отлично это мы добавили только в наш это вот мы игру пишем мы для себя добавили эти таблицы но бамп библиотека бамп не знает про наши таблицы она не знает про нашу таблицу таблицу blocks и прочее мы должны еще раз вот одной строчкой вызвать функцию add добавить стенку или добавить какое-нибудь существо в наш мир который мы создали world двоеточие add и так ссылка на вот эту табличку в которой x и y координаты до левого верхнего угла ширина высота все теперь в мире наша стена тоже есть а дальше вспомогательная функция которая рисует все наши блоки а вот для чего мы создавали вот эту таблицу с блоками чтобы в цикле перебрать все блоки вот в этой табличке блок один за другим вывести здесь опять же используемся drum в бокс только не как игрока цвет выбираем зеленый до rgb а здесь ставим r красная чтоб красным цветом мы можем хитро сделать такую вещь давайте я просто сразу вам показываю так на дом он от 0 до единицы будет вызывать возвращать так давайте вот сюда я просто хочу чтобы разноцветные стенки были ну я всего один цвет синий до меня я случайно и поэтому ну в любом случае стенки уже стали немножко разноцветным ну давайте я оставлю это будет в примере урока чтоб вам в настоящей игре вы здесь будете наверное добавлять какой-нибудь спрайт еще спрайт который эту стенку или квадрат или монстр рисует и в принципе для вот этого вот для библиотеки бамп совершенно неважно монстр там или стена вы свою табличку добавляете еще например по нибудь тип например вот я так добавил kind wall стена это для проверки со столкновением вот вам выдали таблицу да и вы например проверяете и в call . kind равен ну лава например то тогда хп минус 1 и герой ваш уме так дальше что идем ну рисование блоков понятно так ну и все вот теперь осталось стандартная love 2d и начало мир уже создан где-то мы до love.load ну кстати это немножко нехорошо автор сделал вот все что здесь написано вот эти вот local blocks там а ну я понял для чего он сделал ладно не буду вам объяснять ну в любом случае вы в своей игре старайтесь все запихивать не вот сюда перед love.load а все что для подготовки и для загрузки все внутрь этой функции love.load и так что мы здесь делаем добавляем игрока нашего с помощью уже известной нам функции bump add 1 это ссылка на нашу таблицу где лежит наш плеер дальше координату x нашего плеера координату y нашего игрока ширину нашего игрока но мы прям из таблички берем очень удобно и высоту в принципе ваш игрок может менять свою ширину и высоту есть такая библиотека ой не библиотека функция в этой библиотеке для изменения размеров игрока или какого-то объекта дальше добавляем стены вот они стены 00 это левый верхний угол вот этот ширина 800 высота 32 а это понятно верхнюю стену он добавил дальше 0 32 0 по иксу по иксу 32 это здесь добавляем значит вот эту стену ну понятно вот четыре стены он добавил вручную давайте если мы например верхнюю стену закомментируем и попробуем запустим из верхней стены то наш игрок о чудо он может уехать за край экрана и вернуться и никто ему ничего за это не сделает и можно вот так сделать и вот так видите тоже столкновение работает поэтому все универсально все здорово и так стенки мы добавили вокруг а теперь мы создаем всегда случайный лабиринт 30 блоков давайте сделаем 10 блоков например посмотрим 10 случайных стен внутри нашего так кстати ребята я вам еще я все время то туда то сюда отвлекаясь от про эту поле а море не рассказал давайте сейчас про не рассказать смотрите я могу запускать нашу игру с любой версии love 2d вот в стиме например есть игры версии даже младше чем 0.8 очень много версий на версии 0.9.2 старая версия love 2d это не означает что love 2d плохая просто в ней как-то функции по-другому работали по-другому немножко может быть назывались вот мы вообще в 10 пишем вот сейчас рекомендую вам всем одиннадцатый итак мы можем для отладки например вы скачали пример с love 2d а он напишем написан под старую версию а у вас один сэс стоит вот например вы мою игру не сможете запустить у себя если у вас стоит вам будет неудобно ходить что-то качать старую версию переименовывать а для этого чтобы не было проблем мы просто идем love polyamory ищем запускаем это на форуме love 2d нашлась тема многоверсионная мультиверсия love ну и вот здесь есть download и можно скачать версию что там будет а ну давайте я нажму покажу вот версия 4 нам нужно скачать для линукса вот здесь скачиваем для windows 64 битная версия если вам нужно не 64 просто качайте исходник сами компилируйте если умеете если не умеете вы идете на форум где я был только что и там узнаете где взять 32 битную но сейчас windows все 64 битные идут итак качаем скачиваем архив распаковываем в папку получится папка с таким названием polyamory переименовываем эту папку в love и сбрасываем в то место где у нас была установлена love я вам всем рекомендовал устанавливать love c lua slash love вот пример вот так вот вместо папки где у нас love установлена должно быть содержимое вот этой папки и все автоматически заработает перед запуском перед каждым запуском вашей игры будет появляться такое меню вот видите она сама пытается определить версию вашей программы я полагаю что она немножко смотрит исходный код main.lua и смотрит где мы пользуемся цветом если она видит что мы цвета задаем если у вас есть конфигурационный файл конф.lua а он вот это вот полиаморе она узнает версию нужную для вашей программы оттуда ну видите в примере всего два файлика точнее не два файлика внутри не важно здесь нет этого конфигурационного поэтому она по умолчанию пытается определить по исходному тексту у сколько лишняя вам информации даю но мне вот такие уроки как раз нравится где что-то немножко вы узнаете чего возможно не знали вот полезная полезный инструмент мне он очень помогает так запускаем 10 стен да вот они 10 стен давайте попробуем тысячу стен сделаем у нас скорее всего мы пройти не сможем ой ребята забавно так нажимаем табуляцию смотрим fps остался у меня слабенький компьютер фпс все равно 60 почему почему такого белого цвета а дело в том что цвет вот этого прямоугольничка он становится все ярче и ярче чем больше там находится объектов каких-то так что это не ошибка ну автор не предполагал что мы столько стен сделаем вот все работает давайте вернем как было 30 у него была стенда это координаты создается стенка уже известной нам функцией нами написаны создается стенках здесь координаты случайные от 100 до 600 у координаты от 100 до 400 и ширина и высота тоже случайно ну вот и все дальше стандартная love update стоит мы ей передаем update player если бы у нас стенки наши двигались таблицы нам бы пришлось написать еще функцию или если бы монстры были наверное пришлось бы еще update монстр и она работала бы точно так же как update player но она бы обходила всю таблицу с нашими монстрами и движения там их просчитывала но это количество обнуляем текущих столкновений с нашим эльком это тоже для отладки это в игре вообще не нужно у вас получается в игре в вашей игре вот эта инициализация как бы начальная да когда мы стены расставляем не важно как вы в вашей игре расставляете а вот сам игровой процесс update и рисование ну это же просто здорово здесь update player не забудьте обязательно и дт передать здесь рисуем стены и потом рисуем игрока почему в таком порядке а чтобы игрок сверху всегда рисовался ну ладно не будем про это объяснять это условие нажата табуляция или нет показывать отладку или нет тоже это нам игры нашей не касается не смотрим и draw message это рисовать вот это вот сообщение в правом инструкции в правом верхнем углу какими кнопками так что смотрите low draw у вас из двух строчек состоит low update состоит из одной строчек потому что это тоже вам не надо но это просто здорово мы не знаем сейчас библиотеки вот если бы я не читал документацию по этому бампу я бы догадался как пользоваться но я к сожалению без документации я бы не узнал всех классных штук которые он позволяет но в любом случае для платформера уже вам сойдет вы можете уже писать платформер особенно если еще такую библиотечку изучите вот например давайте попробуем тилет лав 2d тоже должны быть уроки но кстати есть на английском языке можете посмотреть тилет это редактор тайловый уровней 90 процентов игр и для приставок и для стима я полагаю что пользуются этим редактором он простой и бесплатный вот и есть уже библиотека как графику сразу включить загружать в вашу игру и чтобы все работало автоматически тоже без особых загвоздок так что посмотрите видео уроки чужие возможно я дойду до написания ладно не будем отвлекаться на этот тилет так дальше ну а здесь управление управление считывание клавиатуры помните оно у нас вызывалось в апдейт плеер мы там просто смотрим какие кнопки нажаты ну а здесь стандартные кнопки escape это выход из игры есть такая функция love.event quit это выход из love2den табуляция нажата просто инвертируется вот это вот переменная глобальная нужно показывать отладку или не нужно показывать а кнопка delete она вызывает сборщик мусора вот и все мы разобрали нашу игру где на самом деле пользование вот этим вот пампом минимальное когда я этой библиотекой начал пользоваться в самом начале я был очень доволен как автор все это упростил для того чтобы для нас лентяев упростить жизнь так это здесь демонстрация возвращаемся назад на бампуа и начинаем но не с самого начала а мы теперь начинаем все урок в принципе закончен сейчас будет просто перевод я вам буду переводить как работают остальные функции которых мы не разобрались итак сейчас азы как подключить к себе библиотеку ясно складываете файлик в ту папку где у вас bump.lua со своей игрой и с помощью require подключаете дальше вот написано что это начальные методы которым мы можем пользоваться и вообще не жаловаться на жизнь про них прочитали и можете уже бежать писать игру мы сейчас смотрели такие методы new world создать мир добавить стеночку удалить но мы не этим не пользовались но вот есть удалить апдейт апдейт ну ладно про него прочитаем в принципе мы когда пользовались штукой world move автоматически еще и обновление происходило и world check но это тоже вот этот вот чек он уже включен в движение вот этот метод так что вот в нашем примере использовано только вот это вот это и вот это три штуки так ну и автор просит ну хотя бы вот эти вот штуки поймите как работают и все вам больше ничего не нужно создание мира вот мы создаем мир есть необязательный параметр мы просто создавали его вот так bump new world да а еще можно указать размер вот этого квадратика оказывается вот эти серые квадраты вот табуляцию нажал да это вот и есть размер квадратика зависит от игры вам нужно экспериментально посмотреть если у вас будет игра тормозить ну там не 60 fps а что-нибудь такое то возможно попробуйте создать мир с другим размером вот этих квадратов например в два раза больше или в два раза меньше памяти будет больше жрать но это не страшно но 100 будет работать быстрее к примеру или наоборот наоборот имеется ввиду что не медленнее но памяти будет съедать не так много так ну по умолчанию 64 размер три клеточки ну тут он объясняет что если у вас тайлы 32 на 32 то лучше использовать вот такие квадраты размер вот здесь в мира 32 64 128 я вам уже все это объяснил так добавление вещей в мир ссылка на таблицу которая вещь которую мы добавляем кстати в ней все-таки координаты могут и не храниться может быть просто табличка вот где наш плеер давайте посмотрим плеер плеер вот он так что вот это в принципе бампу тоже оказывается не надо бампу нужна просто таблица ссылка на игрока здесь может быть только даже не скоро здесь может быть например спрайт хранится спрайт который рисует нашего игрока так это здорово эта штука нужна в результат чтобы добавить новую вещь в ваш мир вещи это что угодно что будет использование что будет с чем-то сталкиваться это может быть и персонаж игрока может быть и тайл кстати насчет тайла вот смотрите те кто тайловые игры импортирует кто тайловые игры уже писал и они с помощью двумерного массива массива двумерной таблицы они проверяли столкнулся ты с тайлом или нет просто координаты xy плюс 1 или y плюс 1 и так далее проверяли внутри этого массива здесь когда мы тайловые выводим на экран какой-то мир мы каждый тайл должны задавать вот с помощью этого адд координаты правильные на экране этого тайла но не на экране а в мире да и ширину и высоту нашего тайла если у вас тайлы 32 на 32 ну не забудьте здесь ширину тайла 32 и 32 все будет работать все будет хорошо так также добавляем какие-нибудь патроны которые у нас летят крайне вы можете добавлять вещи которые вообще не участвуют в коллизиях совершенно такие как дым или какие-нибудь тайлы заднего фона например горы там красиво нарисованы это может быть удобно удобно если вы хотите использовать bump world который мы создали world помните world new world как базу данных в которой хранятся все наши объекты ну чтобы вам не дублировать вот здесь вот у нас автор дублировал 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 во помните мы блоки создали отдельно еще блоки эти табличку отдельно храним блок блоки в таблицах и отдельно еще храним не храним отдельно эти таблички маленькие с каждым блоком со стенками добавляем в наш мир ну вот автор говорит что можно вообще хранить все в мире в этом world вот ну не заморачивайся пока и написано что ниже он про это немножко опишет вот каждая вещь которую мы добавляем вот сюда вот эта вещь имеет ассоциированный с этой вещью прямоугольник в мире и у этого прямоугольника ну обычно эта вещь она обозначает какой-то обычно это табличка которая представляет какой-то объект ну вот игрок или какой-нибудь тайл там стена xy ширина высота это то что ассоциируется с этой вещью в этом мире ну и обязательно должна быть ширина высота задана этой квадратики квадрата xy зависит от системы координат которые вы рисуете ну например в лав и корона sdk 0 0 это левый верхний угол а в некоторых вот например в кокос 2d у них координаты 0 0 в графике это левый нижний угол так что вы должны это учитывать ну в принципе не заморачивайтесь пока добавление в мир какой-то вещи ничего не возвращает и никаких коллизий никаких столкновений оно не генерирует так что вы можете вызвать такую функцию world чек и указать ссылку на нашу табличку которая представляет игрока или чего ну которую мы только что добавили в этот мир или до этого добавляли если вызываем эту функцию если мы хотим узнать с кем-нибудь столкнулось вот мы выставили на экран по каким-то координатам добавили и сейчас нам нужно узнать мы его не двигаем а хотим узнать сталкивается он с кем-то или нет чтобы например передвинуть его в другом месте создать вот и ага понятно и сразу коллизии ну столкновения будут сгенерированы сразу же после того как мы добавили эту вещь так что добавили сделали чек и уже наша система знает что столкновения произошли мы еще никакого апдейта не делали world update но уже наша система посчитала из того что мы вызвали ладно тоже не заморачивайтесь это что-то немножко продвинутое но я этим пользуюсь так если вы попробуете добавить вещь в мир в такой мир где уже эта вещь содержится то у вас будет выведена ошибка луа ну синий экран смерти ну не смерти она просто скажет что извините вы уже добавили такую вещь в мир запомните что каждая вещь игрок там стены все только один раз должны быть добавлены в мир в самом начале допустим или при загрузке уровня и так далее если вы новый уровень создаете вы просто заново создаете новый мир и в ту же переменную присваиваете world понятно да удаление вещей из мира очень простой очень просто просто передаем ту таблицу например player world remove player таблица где у нас player был ассоциирован и он удалится так bump хранит я забыл как правильно сказать но не слабые ссылки я сейчас объясню что это означает на на вещи на вот эти на таблице если мы игрока добавили для того для тех которые для тех вещей которые мы добавили с помощью world add если вы хотите чтобы что эта вещь больше не нужна и вы хотите удалить ага понятно суть суть вот как я немножко не так начал говорить вот смотрите вот мы создаем блоки создавали стены у нас этих стен много сейчас картинку покажу и буду показывать на картинке например вы взорвали вот эту стену вы ее взорвали вы знаете что с ней была коллизия вы вызываете world двоеточие remove remove у нас там да да remove она удалилась а нет 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 ребят извините не так вот мы дублировали все в табличке каждая стена у нас записана еще в табличку еще запихнуто в мир если мы из таблицы удалили наш кирпич вот этот взорванный какой-нибудь то мы должны его еще и из мира удалить так что не забывайте если храните в двух местах вещи то удаляйте и там и там вот автоматически бамп ничего из своего мира не удалит как только вещь мы удалили из мира эта вещь перестает существовать в этом мире так что никакие столкновения с другими объектами не будут генерироваться а если вы удаленную вещь попробуете подвинуть с помощью world move или проверить ее коллизии столкновения с помощью функции world check то тоже появится ошибка и у вас программа остановится ну правильно вы должны это проверять это нормально удалять объект из мира и снова потом его добавлять ну например монетка выпала из монстра монетка вы должны ее за пять секунд подобрать вы не успели ее подобрать вы ее удаляете но эта монетка таблицу мы не обнуляем просто мы ее не рисуем удалили из мира она и не рисуем на экране но в памяти монетка это есть и потом чтобы ее еще раз добавить мы просто еще раз эту монетку добавляем ну может быть не очень хороший пример я надеюсь вы поняли так и этот метод который удаление вещи тоже ничего не возвращает ну вы поняли хоть он ничего и не возвращает но если вы попытались удалить несуществующую вещь или вещь которая была но уже удалена из мира то будет ошибка у вас остановится программа будет ошибка изменение позиции ну на экране положение на экране и ширины и высоты вещи в этой мире например у нас игрок наелся черешни стал толстым вот нужно ширину и высоту его подправить все это можно сделать вот так world.update ссылка на нашу табличку с игроком xy но если не меняем его координаты так и оставляем передаем текущие координаты значит item.x item.x ну там у нас будет плеер x понятно как вы делали здесь новую ширину можем либо больше либо меньше сделать высоту то же самое вот тут написано ну вот конечно да тут напоминание то что я уже говорил даже если в этой табличке плеер который мы сюда передаем если мы сейчас игрока меняем если уже есть такие атрибуты как .x и .y если мы внутри таблицы их изменили то это автоматически не изменит координаты нашего игрока внутри мира чтобы внутри мира он еще переместился мы должны вот сюда эти координаты вызвать эту функцию с новыми координатами player x player y понятно это у нас как даже не знаю как сказать в общем мы должны в двух местах сами менять у нас как хранится таблица как мы придумали и в мире обязательно должны ну вы увидите например если вы где-то не обновляете координаты игрока то например игрок будет рисоваться да но будет ходить сквозь стены вот например а мы координаты player x y меняем но забыли вызвать этот апдейт или move мы просто прибавляем x и у нас тогда игрок начнет летать через стены просто потому что в этом мире в этом мире наш игрок будет стоять в начальной координате вот где мы его добавили и вот этот мир бампа он будет думать что игрок не двигался потому что бамп никак не связывает графику вот где мы рисуем спрайтик или прямоугольник с реальным расположением внутри своего мира вот так это можно представить знаете как астральный мир например вот то что мы видим картинку как рисуется это настоящий мир а астральный это где астральное тело которое вот как раз сталкивается и мы должны когда мы двигаем нормальное тело мы должны вот во втором мире координаты вот этого невидимого здесь то например в игре спрайтик вы поняли да не будет же это вы в начале прямоугольники рисуете потом здесь будет у вас какой-нибудь человечек так вот вот чтобы связать размеры тела и координаты и этого это и наши картинки вот вы должны вызывать эту функцию апдейт но если вы пользуетесь функцией move то она автоматически будет вот этот апдейт вызывать за вас так дальше ага и написано что этот метод всегда меняет тот прямоугольник ассоциирован который ассоциирован с вещью вот игнорируя все коллизии ну например вы сделали своего игрока жирным вот он был зажат например где-то давайте посмотрим о какой длинный урок как весело вот мы загнали нашего игрока сюда тут вы его сделали жирным он вот такой запустили world двоеточие апдейт и он такой жирный и будет и будет жирный перекрывать эти стенки как бы он не отскочит он не выскочит вот сюда он будет вот здесь сидеть бедный такс но вы можете использовать world update если вы хотите чтобы вашу вещь телепортировали куда-нибудь телепортировали это имеется ввиду застрявшаяся вещь которая застряла в стенах если сделать world update она куда-то выскочит ну большую часть времени однако вы хотите просто двигать вещи и ну не телепортировать а ребят я вам набрал сейчас про извините жирного игрока давайте будем говорить не жирный а просто большой большого игрока тут просто написано если вы хотите телепортировать игрока например вот с этого места вот сюда когда используйте world update и измените координаты с этих координат на вот эти координаты и он мгновенно перескочит ну и написано что однако большую часть времени он у вас не телепортируется а просто ходит ну и когда он ходит двигается ну просто используем world move вот и все все еще проще чем я вам тут говорил так движение вещи внутри мира с разрешением ну это как решение с решением проблем при столкновении во как мы уже этой функцией пользовались но мы не использовали по моему вот этот параметр он необязательный итак вот здесь имя функции world move то что хотим двинуть табличка ну с нашим игроком например куда хотим двинуть x и y все таки а еще ребят сразу говорю я это не подчеркнул во вот он говорит внутри таблички которая ассоциирована с нашим игроком неважно какие координаты x и y но обязательно обязательно должны быть две переменные w и h это ширина и высота они являются шириной и высотой и именно из них ширину нашего хотя нет ребята что то здесь странно ведь когда мы добавляем вещь видите мы добавляем вещь в мир мы задаем ее координаты и задаем ширину и высоту подразумевается что тогда внутри ну ладно я про это значит уже говорил не имеет отношения к этой таблице просто обязательно задавайте ширину и высоту окей мы будем сдавать ширину и высоту правильный нашего человека так и так движение это наверное самое полезное полезный метод в библиотеке bump он двигает вещь внутри нашего мира в направлении желаемых координат туда куда мы хотим его двинуть но при этом учитывает столкновение так что если мы например смотрите если мы хотим вот я хочу сейчас сдвинуть вот этот квадрат нашего игрока вот сюда я нажимаю вправо и вниз видите он не телепортировался он не прошел через стену он немножко сдвинулся вправо потому что у меня желаемые координаты здесь находятся значит по иксу он достиг наиболее близкой координаты а по иксу не смог потому что учитываются столкновения со стенкой все это за нас делает умная библиотека так отлично понятно item параметр это табличка с нашим игроком которую мы в самом начале добавили с помощью add один раз если мы не добавили нашу табличку вот этот item то ошибка появится у нас все вылетит так ну гол x гол y это желаемые координаты x y куда мы хотим и эта вещь в конце концов будет сдвинута на эти координаты если она ни с чем не столкнется однако если она столкнется с одним из или с большим количеством вещей она может остановиться на других координатах но я вам это продемонстрировал и вот наконец вот этот шебный параметр фильтр по умолчанию этот фильтр равен slide slide это значит скользить процент так ой ребята тоже я поспешил этот фильтр эта функция мы должны писать функцию мы его вот как можем писать но это ничего страшного что я тут немножко оговариваюсь, просто я этой библиотекой пользовался в начале. Сейчас не пользуюсь. Так, где у нас этот move? Вот он, move. Фильтр, фильтр. Это желаемый x, желаемый y мы теперь знаем. А фильтр дальше пишем вот так. Либо имя функции, например, myFilter. О, кстати, классно. И давайте напишем эту функцию. Так, ребята, я вот что сделаю. Я перенесу все это на строчку, чтобы у нас было видно на экране. Так, функцию определил вот здесь. MyFilter. Нам сказали, что по умолчанию функцию должна все время возвращать слайд. Сейчас, если я запущу, ничего не должно измениться, потому что функция всегда возвращает слайд. А давайте сделаем, чтобы она возвращала не слайд, а что-нибудь другое. Давайте прочитаем теперь документацию. Что же там, что за слайд? Эта функция вызывается только при столкновении. Ее вызывают каждый раз. Например, если мы столкнулись с одним телом, с каким-то, нам эту функцию вызовут. И первым параметром будет туда передан наш item. Так что нам не нужно заново переменную эту передавать. Прямо вот в наш... Давайте я сделаю даже так. Сделаем. В этом параметре будет тот, кто сталкивается. Ну, например, мы же вызываем для игрока move. Где там у нас этот move? Вот, world move игрока. В item у нас будет player, наш игрок. А в другой будет автоматически передана табличка, с кем мы столкнулись, например, стена. Давайте даже вот как сделаем. player 1 у нас будет. Это имя такое. Любое имя, конечно, можно по-русски написать. Но вот здесь русские буквы. Смотрите, мои уроки про shift. Там написано, как делать, чтобы русские буквы водились плавными. Так, здесь мы имя добавили в таблицу. Давайте добавим вот в add-blog. А у нас уже есть kind какой-то, который мы не учитываем. Давайте имя сделаем name wall. Так, и можно даже номер прибавим к имени wall. Вот такую штучку. И у нас будет wall1, wall2, wall3. Так, сделали. Без ошибок запустилось. Но в нашей функции вот myfunc, где она там у нас, myfilter, да? Мы ничего не делаем. Мы можем вот что сделаем. Мы можем печатать в консоль print. Я забыл name item.name И вот давайте посмотрим. И нам сейчас будут говорить, с какой мы стенкой сталкиваемся или с кем. так, ну тут в консоль я скорее всего вот я сейчас остановлю. Так, а что-то, что-то, ребята, не сработало. Ага, может быть нет. Myfilter, Myfilter. Ну, странно. Ладно, давайте читать дальше документацию. Вначале фильтр всегда должен возвращать такое значение slide. Это означает, что скользи. Так. первая вещь это ту вещь, которую мы двигаем. Ну, ту же самую, которую мы передали в World Move. Я вам говорил, игрок в данном случае. Другая это вещь отличная от той вещи. Это то, с чем мы сейчас сталкиваемся. Тип. А что за тип? Где у нас? А, оно возвращает. Тип. Тип. Если Ага, вот как. Мы можем разные типы значений вот в этом фильтре мы можем возвращать для сочетания например, игрок и стена мы можем возвращать такие значения. Если там будет ложь или нилф, ну, ничего не возвращаем, то будет игнорироваться как будто коллизии не произошло столкновение. Будет просто... Ну, вот давайте сейчас попробуем сделаем ничего не будем возвращать и у нас он через стены должен начать ходить. Да. Ничего не возвращаем ходить через стены. Так. Ну, вы помнили, что если я функцию уберу из вызова move вот вот это здесь удалю то будет считаться, что фильтр всегда возвращает слайд, что всегда скользи. с кем бы ты ни столкнулся скользи. Что еще может быть? Тут где-то подробно должно быть про вот эти вот вещи. Touch. Оно написано, что мы это объясним дальше. Touch это прикосновение, Cross это значит пересекать, Slide это скользить, а Bounce давайте сделаем Bounce. Bounce это отскакивать. Bounce через C через C сейчас начнутся дергания и пляски когда мы касаемся стены. Вы видите, он дрожит. чтобы дрожание было сильнее увеличим скорость нашего игрока Speed не 80 скорости например 180 давно нужно было скорость увеличить мне не нравится как он медленно о, отлично видите, как он долбится он пытается вот если мы сделаем слайд то такого отскакивания назад на безопасную на предыдущую не будет здесь получается он отскакивает ну ладно там у него лучше будет написано так давайте скорость очень большая давайте я сейчас опять слайд делаю и посмотрим с этой большой скоростью как у нас будет он о никакого отскакивания видите все гладко скользит очень хорошо так давайте дальше читать а если функция вернет любое другое значение ни false ни nil ни touch ни cross ни slide ни bounce то ошибка будет ошибка возвращаемые значения вот здесь actual x y это то куда удалось протолкнуть наше они не равны вот этим вот желаемым гол куда мы хотим стремиться если никакого препятствия не было то конечно гол x и гол y будут равны ну с actual x будет равен гол x будет равен actual x в общем мы достигли той точки куда хотели попасть вот но если там было препятствие ну уж там тогда нам выдадут те координаты докуда игрок смог дойти пока ему не стала мешать стена так лен это количество сколько коллизий произошло а ну здесь и написано что оно равно решетка calls помните я там сократил код а calls возвращается это список всех вещей с которыми были с которыми произошли столкновения ну и каждая коллизия это такая табличка самая главная вещь в этой таблице это calls точка other клево вот у нас табличка например из 10 если мы обращаемся к этой таблице точка other в other у нас будет ссылка на ту вещь с кем мы столкнулись в общем игрок если столкнулся со со стеной так ребята если он столкнулся со стеной то вот вот здесь будет написано с кем он столкнулся так полное описание того что внутри каждой функции внутри вот этой вот таблички коллизий я вам в начале все-таки не так немножко рассказывал я говорю что вам возвращает список таблиц прям вот напрямую тех с кем он столкнулся теперь понятно почему он почему у меня этот принт не работал так ладно ну и написано что если хотите подробности то листаем до секции продвинутой API ну мы долистаем уж сегодня не знаю сколько часов этот урок будет обыкновенно вы будете использовать MOVE чтобы высчитать желаемые координаты гол x гол y ну точку желаемую может быть используя там ускорение там скорость передать точнее не так обычный способ это движение такой сначала вы должны в своей программе без всяких бампов вычислить желаемые ну точку куда стремится ваш игрок или там существо точку гол x гол y при этом вы можете использовать скорость ну вот как мы делали там speed умножить на dx и так далее и передать эти желаемые координаты в нашу функцию bump двоеточие MOVE а затем использовать два значения которые нам уже функция bump двоеточие MOVE вернет как действительные координаты x y докуда наш игрок дошел ну и вот дальше идет пример как будет игрок двигаться но мы не будем сюда смотреть потому что это совпадает с кодом нашим уже и так здесь не использовано так и кстати если фильтр возвращает 0 или false он это гарантия что other ну с кем произошла коллизия не сделай как бы сказать не является источником столкновения но другое ну если так обратное не является истиной это это возможно если фильтр например возвращает слайд и никакой коллизии не произошло это все потому что фильтр применен для всех соседей этой вещи поэтому все вещи до которых одновременно дотронулся прямоугольник нашей вещи которую мы двигаем ну игрока в данном случае да и многие из них могут быть на на одних и тех же координатах в одной и той же клетке но могут все вот что имеется ввиду давайте я запущу включу отладочный режим вот эти вот цифры смотрите видите цифра 3 значит мы на одной этой клетке нашего мира троечка но мы еще ни с кем не столкнулись вот про это сейчас и говорится что мы на одной клетке вот с несколькими вещами и вот нам возвращают три вещи вот написано call other табличка call type slide хотя подождите нет 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 сейчас будет возвращать вот я дотронулся и мне вот уже возвращают в call other табличка в которой описана вот эта вот стенка какой тип столкновения был слайд скольжение вот а что за нормал мы это еще посмотрим в документации если я сейчас тут где-то ну сейчас я не оговорился но где-то я оговорился я поправляю себя а дальше вот урок будет когда мы бамп попробуем совместить например с тайловым редактором чтобы у нас уровень рисовался человек бегал там мы другие вещи еще рассмотрим так разрешение столкновений для каждого столкновения которое вернет вам в списке ну в таблице world move самый интересный атрибут calls it . other обычно этого достаточно ну для примера если вещь это одна из тех патронов которые исчезают когда соприкасаются с игроком и вы должны сделать так что ваш патрон исчезнет и уменьшить здоровье игрока как-то сказано непонятно ну понятно например чтение вот этого атрибута таблицы столкновений достаточно для того чтобы ваш программа которая управляет полетом патронов уничтожила этот патрон и уменьшила после попадания в игрока здоровье игрока world move возвращает список не один элемент вот с которым столкнулся а всегда список возвращает потому что в некоторых случаях вы можете ну как бы проигнорировать некоторые столкновения или отреагировать на несколько столкновений сразу в одном кадре ну например смотрите вы столкнулись одновременно с тремя лавами вот вы не будете растягивать на три лавы или там должен быть какой-нибудь отскок игрока вот поэтому вам сразу предоставляют целый список тех вещей с которыми столкнулся игрок вы вы же пишете программу как реагировать на столкновения вы вольны посчитать сколько было столкновений там с шипами там с лавой или там еще с кем-то и одно какое-то действие прям в этом же кадре чтобы ваш игрок предупрежден например представьте игрок который сталкивается на этом же кадре с монеткой и сразу же с огненным шаром с фаерболом врага и еще с полом сталкивается представляете в одном и том же кадре он коснулся немножко монетки так а во у нас тут еще картинки будут с картинками будет веселее хотя я смотрю ребята что у нас тут еще долго я полагаю что я урок на адвансит закончу и мы продолжим с адвансит так что сейчас вы уже можете писать понимать ну давайте давайте так так как ну вот уже было сказано столкнулся с монеткой с фаерболом и с полом так как в коллс первой азер будет монетка вы можете сразу захотеть чтобы монетка исчезла может быть с каким-то звуком и добавить количество очков у игрока ну а в коллс 2 в это же время там фаербол так что может быть вы захотите уменьшить здоровье игрока и чтобы фаербол исчез тоже вызвать какие-то там строчки кода чтобы исчез а в третьем коллс в третьем позиции может быть там таял земли так что вы например захотите чтобы игрок перестал падать ну во-первых вы его спрайд падение например измените на спрайт когда он уже стоит на земле и может захотите их выровнять своего игрока относительно земли чтобы он не провалился в нее на несколько пикселей а стоял на этой земле тоже нужно будет поправить координаты для первых двух вот этих вот мы они могут быть просто распознаны с помощью call other это что означает в call other будет ссылка на тот на наш фаербол и вот здесь во второй call do it other а в call скобка ну в первом индексе other ссылка на монетку с ними просто разобраться там у них сделайте ну не буду подробно расписывать вот а в третьем случае когда выравнивать нужно игрока относительно земли требуется разрешение столкновения collision resolution разрешение не из-за того чтобы разрешить оно как бы решить проблему вот и о чудо о здорово вот почему мне нравится это бамплуа бамплуа идет сразу с четырьмя встроенными способами обработки столкновений вот эти типы столкновения пересечения скольжения и отскок вот как может среагировать вот на это разрешение столкновения автоматически наше столкнувшееся тело так и вы можете выбрать то разрешение ну для каждого типа коллизии столкновения какое имя вернуть в кавычках должны разрешать в кавычках touch в кавычках cross и так далее а внутри вашей функции фильтр вот она наша функция фильтр помните да вот здесь мы можем проверить if если там есть вот этот вот kind давайте сделаем чтобы он залипал на стенах жалко что у нас сейчас объекты только одного типа типа wall давайте попробуем будет у нас это работать или нет так ошибка в 61 строке да видите я сделал не слайд а сделал тач и все он как бы прилипает вот я нажимаю влево-вниз или вправо-вниз нифига можно только влево-вправо или вверх-вниз иначе тач он просто прикасается если я здесь сделаю например не равно стене то получается для стен будет срабатывать слайд давайте проверим определяется по крайней мере тип стен что я со стеной столкнулся или нет да все отлично заработало потом если я буду этот пример развивать для вас я сделаю какие-то стены в виде лавы чтобы мы при столкновении там например сгорали от каких-то начали отскакивать я могу же сделать не игрок не игрока например он бросает бомбу и бомба начинает падать потом начинает отскакивать куда-то там потом придумаем так а вам ждать не надо следующего урока вам нужно самому что-то самим писать делать так ну про это я надеюсь немножечко объяснил что внутри вот этой функции фильтра мы можем очень умную реакцию на все типы столкновений со всеми объектами мы можем также фильтр мы можем возвращать также нил или фолс чтобы полностью игнорировать например какая-нибудь волшебная стрела но сейчас к этой картинке не имеет отношения например волшебная стильность она духовная она через физические какие-нибудь препятствия проходит вот она летит летит мы мы зная что это какая-то духовная астральная стрела мы для этой астральной стены где мы ее двигаем мы для нее свой фильтр напишем вот этот фильтр который я сейчас писал my filter вообще-то его нужно назвать наверное player filter который для игрока срабатывает понятно что какие-то привидения привидения смогут например ходить через стены у них будет по-другому фильтр называться но например они не могут ходить через силовые поля какие-то или через астральные поля а игрок так как у него физическое тело он не в астральном мире он наоборот он через астральные может ходить вот есть подобные игры где как-то ты в реальном мире можешь пройти например определенное до определенного места в комнате потом ты должен перенестись в астрал в астрале это комната выглядит немножко по-другому и ты как дух там пытаешься перелететь потом опять возвращаешься в наш мир ну вот смотрели очень странные дела вот что-то там такое было в первом в первом сезоне по-моему или во втором не помню так так ага вот как работает тач вот у нас здесь был был объект и мы стрела уже не астральная забудьте про астральную стрелу мы задаем ворлд двоеточие мув задаем координаты гол x гол y что мол стрела лети сюда но у нее фильтр функция фильтр что если она ну в азер в столкновении точка азер будет стена какая-то то вернуть тач в результате стена стрела не пролетит через стену она остановится вот здесь и нам вернут координаты столкновения вот тач x y вот вернут вот эти координаты паранормаль которая показывает вот сюда я нигде в документации еще не видел поэтому я про нее говорить не буду так ну такой тип столкновения тач он используется для таких вещей как стрелы патроны штуки которые застревают в других местах в целях своих кстати клево получается стрела воткнулась и вы можете сделать так чтобы она не падала а воткнутая еще держалась там сколько ну в этом в держании воткнутости вам не поможет бамп это вам нужно как-то самим программировать столкновения такого типа имеют тип тач и у них никакой нет дополнительной информации кроме той которая по умолчанию которая выдается всеми столкновениями любыми столкновениями ну вот смотрите ниже так ну давайте другой пример посмотрим это столкновение кросс называется столкновение кросс это когда игрок пролетает через что-то в данном случае через монетку монетка его не задерживает но столкновение произошло кросс он не скользить не должен по ней ни вверх ни вниз не останавливаться видите тач x y он должен вот у него были оригинальные координаты он должен переместиться сюда и они будут возвращены вот уже именно эти координаты но в табличке которая будет нам возвращена у нас будет будут координаты ну скорее всего ой тип столкновения для монетки вот фильтры так ребята видимо становится все позднее позднее у меня язык все сильнее заплетается вот здесь вот так вот мы пишем мы монетки добавим ну например вот так смотрите столкнулись с монеткой во-первых возвращаем что кросс это значит не останавливайся на монетке пролетай дальше спокойно но при этом мы увеличили количество монет здесь должна быть строчка что мы вот это вот other выключить мы должны эту монетку как-то убрать ну возможно у монетки есть у таблицы какой-нибудь метод например other .kill ну не знаю это зависит от того как вы игру пишите я не знаю как вы пишите а здесь у нас пока еще ничего не реализовано это не сработает это ошибки выдавать не будет но просто у нас нет такого давайте я уж нормально сделаю итак стоит мне добавить сейчас монетки у нас будет вот эта вот штука срабатывать но единственное я нигде переменную не инициализировал нолик в нее не занес у нас здесь ошибка выйдет ну пусть но так как монет нет на стенах я буду останавливаться да все нормально здесь пока такс давайте дальше итак вы поняли кросс это через что пролетаешь и то что кстати не обязательно эту вещь убирать знаете есть такие чекпоинты пробегает ваш персонаж через какой-то флажок флаж флажок поднялся чекпоинт запомнился если вы умерли вы будете в этом чекпоинте возрождаться тач это значит когда летит объект коснулся тут взорвали что-то сделали и все дальше объект не летит исчезаем я объяснил для патронов для стрел так это тип столкновения для таких случаев когда вы хотите определить столкновение но не хотите никакого ответа на столкновение используем для таких вещь как определение что игрок вошел в новую область ну в новую комнату например или собрал какие-нибудь собирашки типа монеточек или ну обычно такие действия никак не влияют на траекторию движения вашего игрока но это все еще очень полезно чтобы знать что вы столкнулись либо с дверью в новую область либо с монеткой вот коллизии да коллизии такого типа возвращают атрибут в кросс это означает что что мы можем например вот так же писать ладно не буду писать я опять забегаю вперед вот с тем что я сейчас узнал из документации я уже могу сделать вот марио например так не знаю других возможностей так в общем атрибут установлен как кросс и никакой дополнительной информации кроме обычной которые возвращают наши столкновения нет так а вот слайд про слайд я вам уже и без картинки объяснял что вот наша траектория желаем желаемая например игрок прыгнул и он падает по диагонали и он должен в следующем кадре очутиться вот здесь но он вот здесь вот по координатам touch x touch y столкнулся с тайлом тайл ему не дал пролететь вниз а тайл вернул вернул тип слайд и в результате наш игрок проскользил и доскользил вот досюда в слайд x слайд y эти слайд x слайд y они будут возвращены функции world в точь и move вот ну тут про нормаль тоже ничего не говорю этот тип столкновений который по умолчанию используется в бампе то что вы хотите использовать для каких-то цельных объектов и через которые ну по которым скользят другие объекты ну как супер марио например на платформе или по земле платформа или земля запрыгнули и скользите коллизи такого типа имеют атрибут слайд и они также имеют особый атрибут call.slide который является 2d вектором с двумя компонентами call.slide.x call.slide.y и они показывают xy координаты вектор показывает куда эта вещь попытается скользнуть понятно вот произошло столкновение здесь и вам уже автоматически посчитают вот эти координаты слайд x слайд y куда куда примерно она скользнет так они отличаются от актуальной от ага вот как они отличаются от того что вам возвращает функция в actual x actual y потому что могут быть еще другие коллизии на этом шаге столкнуться ну с другими вещами понятно вы могли здесь мог еще какой-нибудь кубик быть да например и ваш игрок не смог доскользить досюда но в той табличке которая вам конкретно столкновение вот с этим тайлом табличка вам предсказала что в принципе вы бы доскользили досюда если бы вам никто не помешал ну понятно здесь есть будет препятствие или какой-нибудь то реальные в этом кадре вернутся координаты человека не здесь а вот например вот он стоит здесь вот эти вот координаты вот здесь вот надеюсь вам понятно это отлично ну и баунс мы уже видим пример игры это арканоид знаете тип такой игр что сверху падает мяч вы снизу ракеткой такой двигаете влево вправо и он отскакивает по траектории так посмотрели на этот баланс давайте про него прочитаем отличный пример поведения арканоид мяч арканоида вы можете использовать такой тип коллизии для вещей которые отскакивают и уходят после того как столкнулись с другими объектами коллизии такого типа имеют атрибут у них атрибут type установлен в bounce в этих табличках в этих табличках это вот в этих табличках объектами у нас так ладно не будем отвлекаться в списке ну вот помните нам функция функция world двоеточие move она возвращает координаты x и y реальные потом таблицу с коллизиями с табличками с коллизиями в которых вот в каждой из коллизий есть тип установленный тип какая коллизия произошла также здесь есть особый атрибут называется call bounce это тоже вектор который представляет x и y координаты вещи куда она попытается отпрыгнуть вот смотрите вот вещь мячик долетел досюда столкнулся у него уже атрибуты значит там будут записаны touch x и y где он столкнулся координаты и будут атрибуты в той коллизии в той табличке bounce x и y куда он должен отскочить но здесь опять же может быть какое-то препятствие и на этом кадре он попытается отскочить но отскочит только до туда где есть препятствие а вдруг у того препятствие тоже bounce и он значит не просто становится он еще как-то отскочит по другим углам но недалеко конечно так как в короткий момент происходит время также будет нормаль тоже атрибут про нее не пишут и и все так ну тут написано например деревня диры а нет гранаты и осколки в более сложном демонстрации коллизий вот мы сейчас смотрели симпли симпли бамп а есть более сложная демонстрация что там не просто бегает квадратик как у нас здесь бегал а там человек тоже в виде квадратика он там летает по-моему бросает кошку греппинг на ней может висеть в воздухе болтаться и стрелять и взрывать вот эти всякие кирпичи так вот гранат а бросать еще гранаты гранаты и осколки демонстражки отскакивают понятно для них фильтр сделан и так чтобы они отскакивали от всех твердых вещей и поэтому вы например запустили ваш осколок и он от всего будет отскакивать но тут не совсем физический движок вам нужно что-то самому запрограммировать но будет за вас много будет сделано так вот пример фильтра демонстрирующий подобные поведения о отлично item other я уже пытался что-то подобное написать но здесь даже проще написано если other это то с чем столкнулся если там есть атрибут из coin это чтобы это сработало должно быть вот как где мы тут вот например допустим это не игрок а монетка да и если вот такой есть в нашей табличке с движущимся ну каким-то объектом монетка из coin то тогда вот эта вот строчка сработает вернется кросс из монетку проскочить но в моем примере я не просто возвращаю кросс а я уже и монетки добавляю ну дальше из вол а ну я здесь сравниваю kind равен тому-то а можно сделать вот так так быстрее кстати работает в языке ло если вы такие атрибуты сделаете из coin равно true и так далее из exit вот exit если например это дверь выхода происходит столкновение touch так знаете я попытался я тоже был не прав я в фильтр уже фильтр добавил вот прибавление монеток я не прав фильтр должен быть коротеньким как написано в той инструкции а проверку на столкновение и на соединение на получил я монетки или нет должно быть внутри вот этого цикла двигаем игрока с помощью world move и получаем список коллизий и вот каждую таблицу call.type call.type возвращается кстати нормаль вот теперь я понял что за нормаль не что за нормаль а что она у нас оказывается тоже в отладке показывается давайте нажимаем табуляцию ребят если кому-то что-то непонятно вы давно уже должны были на первом начале урока прекратить слушать и делать свою игру и когда немножко потыкаетесь поймете вот смотрите внизу нормаль минус 1 сейчас в левую стенку толкнусь единица давайте сейчас вниз толкнусь минус 1 по у нормаль а давайте сейчас попробую по диагонали толкнусь смотрите как интересно сразу несколько коллизий происходит по 2 штуки видите и она для первой коллизии это с какой-то с левой стеной она мне нормаль единицу показывает нормаль в обратную сторону движения указывает что меня выталкивает вправо поэтому 1 а это по верхней уже стене ну ладно надо же вот я вам объясняю и сам лучше стал понимать потому что я уже забыл этим бампом я возможно бампом пользовался даже без фильтров первый у меня был прототип я вот эту функцию фильтр не использовал с этим фильтром оказывается так легко сделать игру типа марио вообще не надо заморачиваться за вас уже все кикито написал в своей библиотеке вообще молодец так а ну вот написано что вот этот код более или менее заставит вашего персонажа вести себя как супер марио ну по крайней мере по отношению с коллизиями с этими он будет пробегать через монетки будет сталкиваться со стенками отскакивать от пружинок отскакивать у нас нет пружин bounce нет вот есть пружина и spring bounce будет на пружинах прыгать игнорировать другие вещи которые с ним не сталкиваются значит в другом случае вот else написано возвращаем nil но в языке луа если вы не пишете return вашей функции она всегда возвращает nil сама автоматически так ну и как мы теперь можем обработать все эти движения вот например функция движения игрока нашего вот мы делаем world move очень похоже на то что у нас в примере да player filter использовался вот этот фильтр а теперь мы обрабатываем коллизии от одного до количества коллизий ну сколько нам вернули смотрим в other ну это табличка текущая коллизия которую мы рассматриваем other это с кем мы столкнулись так в other столкнулись смотрим если в other монетка тогда за функцию взять монетку и ссылку на саму монетку это видимо для того чтобы можно было ее ценность определить ну сколько там у нее золота 10 100 чтобы мы ее могли уничтожить тоже зависит от того как вы игру пишете поэтому тут мы не разбираем что сделано если коснулся если там есть атрибут выход то все change level идем на следующий уровень если пружинка то запускаем функцию high jump которая нам скорость нашему марио вертикально увеличит и он начнет прыгать проверка коллизий без движения нашего персонажа все выглядит точно так же совершенно и фильтр даже есть просто вместо move check оно возвращает позицию где вещь закончит находиться после того как она столкнется со всеми коллизиями вот и оно должно как бы попробовать вашу вещь двинуть только попробовать двинуть в желаемую точку как мы в муве делали с фильтром так что все выглядит точно так же обратите внимание что check имеет такие же параметры и возвращающие возвращаемые значения как и move но отличие в том что предыдущая функция ну которая move не а нет фармеш это я читаю пытаюсь понять торможу извините ага понятно обратите внимание что check так отличие такое что а чек не обновит позицию нашей вещи внутри мира вам самому вручную придется вызвать ну если там что-то сработало вам придется вручную выбирать world update и указывать эту вещь для того чтобы сдвинуть внутри этого мира эту вещь и написано а вот функция world move она сделана из двух вызовов в ней оказывается world check сначала вызывается с этими параметрами а потом world update сразу же после этого вызывается чтобы проверить и сдвинуть вещь ну мне кажется игру марио можно написать без использования этого world check просто world move использования так ну эквивалент предыдущему коду вот где мы двигали нашего игрока так будет примерно таким что сначала делаем чек и сразу же пишем world update двигаем нашего игрока вот по этим координатам которые после чека нам вернули вот это мы обновляем тот прямоугольник нашего игрока который его представляет в этом астральном мире так ну и когда мы уже сдвинули его в мире мы в таблицу player x player y присваиваем те же координаты вот ну и теперь разберемся со всеми коллизиями как мы это делали раньше это означает вот это вот такой же цикл должны повторить обработать если были коллизии которые мы вот здесь получили вот сюда в calls вот так world check полезен для таких вещей как планирование на будущее или изучение альтернатив когда движение еще не полностью решено ну например монстр вы пытаетесь им сходить влево сходить вверх сходить вправо и посмотреть как для него лучше потом выбрать куда лучше ему сходить и уже с помощью update двигайте его вот так так ну и тут подробно написано что же за так я вам до конца все-таки расскажу надо было стаканчик с водой принести так информация по столкновению по коллизиям вот что содержится в каждом табличке столкновения которые в списке колз нам возвращают про которые мы рассказывали и так в колз и там что может быть атрибуты item это ссылка на нашего игрока ну или ту вещь которую мы двигали с помощью этим move ну здесь у нас в нашем примере вот в этом мы только игрока двигаем так что будет всегда ссылка на этот плеер имя можно взять игрока что хотите вот item.name other это то с кем мы столкнулись или через кого пролетели type что же как мы пролетели или как мы столкнулись с этой вещью он может этот тип возвращается фильтра по умолчанию нам всегда будет slide возвращать что с кем бы мы не столкнулись slide но если мы используем фильтр нам будут возвращать либо touch либо cross либо slide либо отскок bounce overlaps возвращается истинно если вещь пересекалась уже пересекалась с вещью через который вы хотели пролететь ну смотрите если наш марио уже касался уже был внутри ну или чуть-чуть касался его прямоугольник касался монетки когда мы начали только движение с помощью этого move итак значит перед движением если он уже касался уже коллизия была то здесь нам вернется true это а false вернется если вот как это для тунирирования используется для патронов а false здесь если наш герой вот то что в этом находится если он не касался перед началом движения стены но пролетел через эту вещь как бы пробурил туннель пробил дырку я вам в самом начале рассказывал когда патрон пролетает через тоненькую так что с помощью вот этого штучка overlaps мы можем узнать для патронов как себя ну патрон нужно наверное удалить или нарисовать там кровь потому что он на вылет прошел героя там врага точнее какой-то след крови нарисовать так что за t t возвращает число от 0 до 1 насколько далеко до финальной точки произошла коллизия ну например смотрите если в самом начале движения то это будет 0 если как бы в самом самом конце коллизия чуть-чуть не долетел до желаемой точки наш патрон то будет уже почти единичка это как шкала от 0 до единицы move move это вектор это просто разница между оригинальными координатами ну это откуда стартует наша вещь наш игрок и текущими до куда он долетел норм норм ну норм я показывал на картинках видно куда показывала стрелка и мы норм видим вот здесь вот внизу когда табуляцию нажимаю тоже посмотрите это тоже для отскока или для всяких для выравнивания удобно вот чтобы знать или наносить например красивые повреждения на стены например сюда выстрелили и можно нарисовать сверху наложить маленький спрайтик с дырочкой на стену так touch ну где произошло на картинках выше вы видели где началось касание с объектом с другим так что даже если слайд произошел вот мы сдвинулись в этих координатах вот здесь все равно будут координаты храниться там где только началось касание где первое касание произошло так где оно вот вот здесь видите у нас марио допустим доехал до сюда но в координатах в той коллизии все равно будут храниться и с y где произошло движение это например здесь какой-нибудь эффект можно сделать например нарисовать след от ног или облачко с пылью что по идее вы сюда упали и чуть-чуть сдвинулись здесь значит облако пыли поднятое ногами должно нарисоваться так item rect это прямоугольник о прямоугольник который занимает ваша вещь при касании и прямоугольник ну вы видели наверное два прямоугольника которые друг в друга немножко врезали так где-то у нас может здесь есть картинки ну вот допустим вот один прямоугольник и вот второй прямоугольник я так понимаю что вот эта область для первого для того кто касается и вот здесь область та которая касается на монетке наверное лучше даже видно вот например вот здесь такое перекрытие вот эти можно прямоугольнички узнать вроде бы так так ну и обратите внимание что коллизии столкновения типа слайд и баунс имеют некоторые добавочные поля они описаны в каждой отдельной секции ну соответствующей для слайда и для баунса так ой нет ребят давайте заканчиваем тут оказывается не только advanced есть API а есть еще такой средненький медиат вот на этом заканчиваем а на следующем уроке я подумаю как там сделать монетки возможно на этом заканчиваем всем большое спасибо за данный урок просто по луа и лав 2д который многие ждали сегодня кое-кто его заказал без доната но так случайно совпало что я сам давно хотел этот урок записать всем пока ставим лайки колокольчики там подписываемся везде распространяем до новых встреч субтитров субтитров субтитров